Начинаем разбираться с тем, как строена голова. Сложная задача – это как раз изображение головы. А для этого есть люди, которые вполне успешно могут рисовать всякие разные рожицы. Это бывает иногда очень интересно, очень здорово и красиво. Но мы, как всегда, на наших занятиях ставим вот такую задачу. Это не значит, что то, что мы сейчас делаем, единственно правильно. Одинчик. Ради Бога, можно рисовать очень выразительную рожицу вот так. Вполне выразительный рисунок всего из нескольких лет. Но мы с вами попробуем разобраться с тем, как же устроена голова у разных животных. И в первую очередь у человека. Для того, чтобы понимать, как можно вот этот рисунок немножко менять. Для того, чтобы он становился еще выразительнее, вовсе не обязательно точно следовать всем антомическим пропорциям. Но представлять их для каждого рисующего человека на самом деле имеет смысл. Потому что это дает поле как раз для собственной дальнейшей контекции. Для собственной дальнейшей игры. А вот если вы начинаете принципиально нарушать вашу пропорцию рисунок, то, как правило, ничего интересного не получится. Давайте разбираться с тем, что такое голова и как она устроена. Прежде всего, возиться мы будем сейчас только с головами позвоночных существ. Мы с вами позвоночные или нет? Позвоночные. Да. В результате наша голова, не больше, не меньше, чем в частном случае голова позвоночная. Как называется скелет головы? Череп. Череп. Правильно. Ну и начнем мы с знакомства с черепами. Как устроим череп? На самом деле, какие задачи имеет череп? Какие задачи у черепа, хорошо? Защищи головного мозга. Во-первых, это внестилище головного мозга, да, главная его защита и так далее. А вторая задача – это жевать. Именно так, челюсти, челюстной отдел черепа. На самом деле, важнейшая задача – это челюсти тела. Еще. Часть человека. Как же череп может защитить всего человека? Объясните. Поддерживает голову. Ну, иначе бы… То есть у вас здесь голова ниже черепа, и череп поддерживает голову. Хорошо. Потому что в черепе еще находятся органы сезания, глаза… О, сезание? А это у нас череп? Какое? Что случилось? Органы сезания. Важнейшие органы сезания. Здесь же. Ух, глаза. Глаза, уши, нозды, язык и так далее. То есть органы вкуса, органы зрения, органы слуха, органы обоняния. Они все здесь говорят. Так? Только органы сезания… Ну, органы сезания у нас размазаны по всему телу. Значит, на самом деле, осязательная чувствительность кожи и лица, конечно, имеют. Вне сих пор сомнения. Очень высокая осязательная чувствительность у губы. И это жизненно важно. Губы первыми обследуют пищу, которую вы собираетесь к себе в рот засунуть. А это очень важно. Надо иметь информацию вашему телу о том, в кто вы собираетесь в него засунуть. Так? Ну и попробуем разобраться с кем, как же устроены черепа у самых примитивных наземных позвоночников. А устроены они очень просто. Первая, древнейшая часть черепа будет называться мозговая капсула. Это просто коробка. Более-менее овальная форма, в которой кто находится? Мозг. Головной мозг. Совершенно верно. Я рисую сейчас существо в три четверти развернутой кламмы. То есть это саламандра, которая лежит на полу, можно не углажиться. Представьте, что я лежу. Но лежу я вот в этом направлении. Так, голова моя вон туда, а хвост мой вон туда. Хорошо. Итак, вот так вот идет тело саламандра. Вот это мозговая капсула. Вокруг мозговой коробки в наземных позвоночниках развиваются три листа, три покрышки. Одна покрышка обрастает мозговую коробку с боков и сверху. Вот так. Вот ее центральный шок. У нее две половинки, левая и правая. И она вот так сверху из боков, вот так, покрыла мозговую коробку. Называется этот блок черепа будет крыша черепа. Знаете, как сейчас в интернете говорят? У тебя что, крыша сорвала? Имеется в виду как раз эта крыша. Крыша черепа. Хорошо. Какой еще блок есть? А еще есть блок снизу. Вот так. Дело в том, что вот здесь снизу, под черепом, что вот так находится? Челюсть. Какая челюсть? Верхняя или нижняя? Нижняя. Отлично. Хорошо. И если такое сучку схватило какую-то бракающуюся добычу. Взяли и схватили бракающуюся добычу. Да, добыча бракается, вернее всего. Она может наносить удары снизу, вот отсюда. А это удар на что-то вверху стоит? На головной мозг. Надо сделать пластину, мощную пластину, защищающую мозговую коробку снизу, с стороны блока. Да, конечно. Этот блок будет называться дневный блок черепа. Итак, первый блок крыша черепа, второй блок дневный. Болок черепа. И, наконец, третий блок, идущий вот отсюда, сзади. Это задняя стенка. Стороны позвоночника. Затылочный блок. Вот для того, чтобы было понятнее, эту бракцию я сохраню, она нам дальше будет нужна. Давайте посмотрим, а как будет выглядеть продольный разрез. Если я беру череп вот так по этой линии, аккуратненько, разрезал на левую и правую половину. Выглядеть он будет вот так. Вот мозговая пластинка. Вот так вот сверху я какой блок прорезу? Вот это какой блок идет? Вот идет крыша черепа. Крыша черепа, совершенно верно. Вот здесь снизу какой блок идет? Ну, вот здесь. А вот здесь сзади какой блок идет? Макушка. Нет, неверно. У него название есть. Затылочный. Затылочный. Затылочный блок как раз с этой стороны. Вот первые позвонки пошли. Это шейные позвонки. Хорошо. В затылочном блоке обязательно есть вот такое отверстие. Проходит прямо над точкой крепления черепа к позвоночнику. Вот такая вот дырка. Кто догадался, зачем? Кто закрепит? Кого-то там остался? Нет, крепление, крепление вот здесь. Сейчас, секунду. Крепление, вот оно, крепление. Здесь мы приклеили, подвижник приклеили. Место прохода спинного мозга. Именно так. Из этого отверстия спинной мозг, а спинной мозг идет вот по этой линии. Корень мозга там. Вот он, вот так идет. Знаете, что это? Спинной мозг вошел в мозговую попсу и соединился с головным мозгом. Отверстие это называется большое затылочное отверстие черепа. Это точка соединения головного и спинного мозга. Ладно. Ну а вот сейчас, сейчас я вас немножко познакомлю уже со всякими сложными вещами. Запоминать их в точности, вот, не обязательно. Но если вы интересуетесь строением своего тела и строением живых существ, залоги, то это будет совершенно не лишним. Я вам сейчас объясню, как называются исходные кости в строении любого черепа позвоночного. Вид сверху на крышу черепа. Наш саламандр лежит головой вверх. Вот представьте, саламандр вот так, на стенке, да? Значит, и вы смотрите вот с этой стороны на ее крышу черепа. Во-первых, форма древних черепов близка к треугольнику. Такой немножко скругленный треугольник. Понятное дело, что черепа симметричны. Левая половинка такая же, как правило. А теперь на крыше черепа есть несколько отверстий. Вот я рисую первую пару отверстий. Вот они. Ноздри. Да, только не просто ноздри, а внешние ноздри. Дело в том, что, так разумеется, у вас не две ноздри, а четыре ноздри. Две внешние ноздри, а еще две внутренние ноздри хоанны. Глубоко в чип. Но правило, череповше. Это внешние ноздри. Вот они. И еще два больших отверстия. Глазницы. Глазницы. Согласен. А вот здесь еще одно непарное отверстие. Как вы видите, прямо по центральному шву. А это что? Нет. Вот у вас сначала позвоночник. Темя. А отверстие-то какое? Темечка. Ребята, а сколько у позвоночника должно быть глаз? Три. 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 Это третья глазница. Дело в том, что вообще-то у позвоночника, у нас с вами в том числе, закладывается не два глаза, а три глаза. Так. Третий теменной глаз. Вот. Череп и даже глазница при нем как уснут. Называется такая третья глазница будет теменной отверстие. Почему он у нас с вами не развивается в полноценном орган зрения, об этом на следующем занятии. У нас этот орган, эта часть мозга, имеет просто другие задачки. Но к своему происхождению, конечно, нормальный третий глаз, он сохраняет даже, у человека в азотском состоянии, все, ну не все, но ряд деталей, характерно для глаза, для обычного глаза. Так. Ну а на древних черепах, третья глазница вообще отлично видна. У амфибии, у лептиби, она прослеживается. У некоторых современных ящериц и у одной из таких представителей древней группы, клювоголового котель, третий глаз даже вполне функционирует, он работает. Правда, он не видит конкретные предметы, но вполне может отличить цвет от темноты. Так. Потому что бывают существа в современном мире, у которых третий глаз вполне активен. Никакого отношения к третьему глазу буддийскому, да, как же не чакры, значит, этот глаз не имеет, извиняйте. Но, чтобы я не чакры, чакры, вот к этой чакре, он тоже не имеет отношения. Так. То есть, в исторических науках представление о третьем глазе одно, а вот в анатомии совершенно другое. Это разные вещи. Хорошо. Хорошо. Вот это ответственность. Теперь, Костин. Вам интересно, можете даже попробовать для себя сделать такую схемку, как это лучше, а заодно понять, какое положение, ведь положение костей в черепе будет совершенно общее, что у любушки, что у человека. Если поймете закон положения кости, то дальше легко ее будете находить на любом черепе. Во-первых, вот здесь у нас две косточки, которые идут вот так же. Они слагают сначала верхний челюсть, до уровня ноздри. Номер один. Это будет называться предверхнечелюстная. Предверхнечелюстная. Итак, от центрального шва примерно до уровня ноздри. Предверхнечелюстная. Дальше. А дальше вот такой длинной колосой, почти до глазницы, идти значительно более крупное обойство. Номер два. Верхнечелюстная. Они больше, чем предверхнечелюстная. Крупнее. Теперь. От ноздри, вот так вот, вдоль центрального шва, слева и справа, почти до глазницы. Носовую пустим. Вот давайте одну из носовых костей, я же штрихую. Вот она. Номер три. Номер три. Носовая пустя. Левая, носовая, осталась не штрихованная. Обратите внимание. Остался вот этот треугольничек, незаполненный. У нас осталось всего очень красиво. Он куда идет? Он идет к глазнице. Вы видите у вершины глазницы, да? А слева и справа от него что? Справа от него идет. Вот здесь. Какая пустя? Здесь. Носовая. Вот это. Носовая. Верхнечелюстная. Отлично. Значит, название у этих костей несколько неожиданное. И откуда такое название, сейчас разберемся. Скажите, пожалуйста, а зачем нужны человеку и всем остальным наземным ребятам слезные железы? А как слезные железы защищают глаза? Почищем. Они почищают. Они постоянно омывают глаза. Слезная жидкость омывает поверхность глазу. Смывая всякий разный мусор. Плюс, как бы, она содержит защитные вещества, которые убивают бактерии, лизоцин, прежде всего. Плюс, как бы, это смазка, чтобы веки не терлись с поверхности глаза. То есть слезная жидкость и много важных задач. Как, по-вашему, в сутки сколько слезной жидкости выделяет ваше тело? Пару литров. Пару литров. Куда она девается? На смазку. Испаряется. Нет. Испаряется из пары литров от силы кубиков 100. Вы вместе с слюной сблатываете слезную жидкость тоже. Не замечаю этого, да? То есть мы проглатываем каждый день по литру воды. Больше, больше, намного больше. По два. То есть проглатываем еще литра-полтора макроты, а это выделение легких, трохей, бронх, носовой полости и так далее. То есть на самом деле на сблатывание у нас идет очень много жидкости, да? А вот если так много воды, например, любого человека кирать возьмем. Вообще-то он в день, если так много жидкости у него получается, но... Что получается, Коля? Вот, воды. Что много воды? Ну, чтобы для смазки глаз, и в России, там... Ну, получается, я думаю, что это литра. Это литра. Коля, я... Вот давай договоримся. Ты будешь говорить предложение завершенное, с подрежащим, сказуемым, там, прилагательными, для того, чтобы тебя можно было понять. Пока твоя фраза понять никак не нужно. Вот, типа человек проглатывает даже меньше в день, чем... Вот за один глоток. За один глоток меньше литр, согласен, так что. И... А если вы проглотили, она попала в тело. Я не понимаю, чего вы спрашиваете. Вот слезы указала? Да. Там и... И... Офея. Это где-то литра. Слезная железа 1,5 литра. Ихим, инотрошься. Ихим, инотрошься. И так далее. Что такое? В чем ваш вопрос? В том, где все это останавливается? Откуда вода... Откуда организм берет столько воды? Понятно. Если вы все вместе курсунировали, у вас получается очень много. Так? Да, больше 9 литров. Столько вы, очевидно, не выпиваете. Затем. Скажите, куда эта вся вода в количественном итоге впадает? Фот. Да не в ход, а в кишечник. Вы это проглотили, либо выделили в кишечную трубу. Согласен? Да. Отлично. Содержимое по кишечнику идет дальше, дальше, дальше. В самом конце. Куда будет направлено содержимое? Фуалет. На улицу вставлять, согласен. Но перед тем, как сбросить непереваренные остатки в туалет. Вот самые последние участки кишечника. Что сделают с содержимым? Воду. Вернут всю воду обратно. Вся вода, обратное всасывание. А каким образом стенки кишечника всасывают питательные вещества в кровь? Через стенки. Если даже питательные вещества можно всасать, то какие проблемы всасать могут? Ну что, я слишком много. Всасывая организм ровно столько, сколько надо. Лишнее сбрасывая, недостающие сохраняя. Организм умеет контролировать вот эти потоки поглощения веществ и сбрасывающие вещества. Никакой сложности здесь нет. До тех пор, пока вы не нарушили регуляцию системы организма. Если вы сидите на какой-то индиотской диете, да, вы можете, конечно, полностью это дело нарушить. Организм перестает понимать, что от него хочет хозяин. Да. Почему кишечник не просто трубка, а как это здесь? Запросто. Видите спину? Ага. Могу ли я в него положить пять метров шланга? Нет. Запросто. Никаких проблем. Вот такого тоненького шланга пять метров сюда. Ну да. Что для этого я должен делать? Сложить. Сложить петель. Сложил петель и убрал. Вы понимаете, какой длины у вас кишечник? Да, около трех метров. Во-первых, у каждого из нас разные. Во-первых, у каждого из нас разные. У человека большого рост он длиннее, у человека маленького рост он короче. Значит, поэтому в анатомии никто никогда ничего не мерит в сантиметрах. А мерит в относительных единицах. Допустим, чему равен размер лично вашего сердца? Кулаку рабочей руки. Украши. Равному кулаку у левшин? У левшин левую руку. Ага. Чему равна длина двенадцатиперстной кишки? Вот это. Сколько пальцев у меня вот здесь на ладони? Пять. Четыре. Пятый я убрал. Положил на парту раз, положил на парту два. Сколько пальцев лежит на парту? Восемь. Восемь. Еще раз положил ладонь. Вот это. Отрежет. Это сколько моих пальцев? Двенадцать пальцев. Вот она длина лично моей двенадцатиперстной кишки. Понятно почему она называется двенадцатиперстной? Двенадцать пальцев. Двенадцать пальцев. Двенадцать пальцев. Только не в длину, а в ширину. Отлично. Теперь, как мерится длина кишечника? Я встал, поднял ладонь и померил расстояние от пула до пальца. А теперь, на основании этого расстояния, пользуясь этим расстоянием кардиометром, я описал окружность. Вот человек с поднятой рукой. Вот так вот он стоит. Можно ли посчитать длину этой окружности? Ну да. По формуле. Два и Р. Где Р радиуса окружности, два пика СССР. Так? Померили свою вот эту высоту. Пожалуйста, вот вам длина лично вашего кишечника. А Пи это тринадцать? Нет. И это не периодическая дробь. То есть, как считается длина кишечника у каждого человека? Понятно? Да. Опять же, соотносительный размер. Соотношение с его ростом и длиной тела. Хорошо. Возвращаемся к черепе. Вот это мы разобрали. Эту часть черепа. Теперь двигаемся дальше. Дальше. Две кусти, идущие вот так вот. Между глазницами. Обратите внимание. Они вот. Лежат по две стороны центрального шва и идут до глазниц. Вы сказали десять костей. Подождите. Знаю что. Вот это, как ни странно, лобные кости. Положение лобных костей. Лобных. Так? Положение лобных костей во всех черепах всегда определяется достаточно просто. Кости, стоящие между глазницами. Между глазницами и смыкающиеся над центральным швелом. Теперь. Дальше. Залобными костями. Я вам, конечно, упрощенную с кем череп рисовать буду. Вот так. Вот эти две очень крупные кости. Они на всех черепах крупные. Как раз между ними третья глазница. Номер шесть. Теменные кости. Теменные кости. Теменные кости. Темя. Ну а осталось показать чуть-чуть две кости. Которые видны с стороны крыши. Парочка. Лежащие от глазницы до края черепа. Номер семь. Скуловая кость. Скула. Скуловая кость. Ну и, наконец, последняя кость, которая видна со стороны крыши. Так. Накоится она вот здесь. Вот. Крайний угол. Задней стороны позвоночника. Так. Давайте в каким-нибудь цветом. Височная кость. Номер восемь. Височная кость. Как вы видите, все кости черепа парные. Если есть такая левая, то наверняка есть такая же правая. А можно сказать как шестая? Еще раз. Шестая. Шестая теменная. Восьмая. Височная. Восьмая. Височная. Ну и давайте на этом проекте. Третья. Носовая. А где розы? Вот они. Нет, они там на содно пролисты. А это не проекте, это схема. Мы ее уже заполняем. А здесь пока ничего нет. Для того, чтобы с этой схемой позже работать, давайте мы сначала составим вот такую правильность. Смотрим не точно сверху на череп, а точно сбоку. Вот сейчас я нарисую череп, все косточки, а дальше простого номера, а даже не номера, а буквами, ваша задачка будет разобраться, где такая кость на боковой проекции. Это такой же череп на лицбоку. Итак, давайте я по-другому поставлю, чтобы нам жизнь медом не казалась. Чтобы медом не казалась? Да, да, да. Глазницу и наш дрю заштриховал. Это кто может разобраться с обозначением всех костей. А по списку можно? Знаешь, ваша рука была первая, прошу. А. А это на самая кость. Верхние челюстные. А. Это височные. А, вот там все. Височные. А, это височные. Вот височные, вот верхние челюстные. А, это височные. А, это височные. Б, это височные. А, это височные. Теменные кости. Б, это теменная. В, это какая? Это на... Несопадная. Скаловая. 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 Конечно, вовная. Где у вас центральный шов на этом челюстном? Вон там, между левой и правой половиной. Так. В, это конечно вовная. Д, это какая? Д, это верхничная. Ну, давай. Это предъявляющаяся височная. То есть, от нее зубы растут. То есть, зубы вот так растут. Слезные. А, это где тучи? Это слезные. Носовая. Да, конечно, носовая. Ребята, еще раз говорю. Вот эта линия, центральная линия, на этой схеме, где продукт? Вот она. Вот она. Да вот ее видно. Вот она идет. Я взял, так, сейчас, секунду, какое-нибудь объемное тело. Вот там целый мешок объемных тел на окошке. Вот у нас, вот че это, да? Вот центральная линия. Вот она. Вот здесь одна глазница, вот здесь другая глазница, вот здесь одна ноздря, другая ноздря. Представляете, да? Представляете. А теперь я что делаю? А теперь я взял, вот так разверну и показываю вам сбоку. Вы видите ноздри и глазницы? Да. Двери только одну. Только одну. А центральную штуку где? Вот он, вот он. Это понятно? Хорошо. А если на этом черепе есть зубы, то они где? Они вот здесь. Это, ясно. То есть, на самом деле, вот они здесь. Вы их нарисовали. Идея понятна? Да. Итак, возвращаемся. Д это какая кость? Д носовая. Д это носовая, конечно. Вот она. Вдоль центрального шва, от района ноздри к району глазницы. Г какая кость? Слежная. Слежная, конечно. Е какая кость? Нижняя челюстная. Сигня. Верхняя челюстная. Верхняя челюстная. Вот она, в самом конце верхней челюсти. Й какая кость? Верхняя челюстная. Верхняя челюстная. Ж какая кость? А где? А. Ж. Лобная. Ребята, теменная и лобная по центральному шву. Сколовая. Вот теменная. Конечно, сколовая. Конечно, сколовая. Ведь это край черепа. Центральный шв вот этот. А это край черепа. Вот теперь более-менее разобрались? Ага. Ага. Вот теперь пробую на вот эту схему. Это уже не правится, это схема. Смотрим. Вот он, краешек гвозницы, который виден с той стороны. Вот он, центральный шву. На кусочек сыра очень похожий. Где окажется лобная кость? Лобная кость окажется вот здесь. Между гвозницами. Вот это пространство. А какие кости слева и справа будут снимать? Сновой. Вот этот. Тименные. Тименные. Вот на этом пространстве. Предверхние. Предверхние и верхние челюстные кости. Как их и кричить? А с ним всегда связаны зубы. При этом удлиненный зуб-клык в каком месте всегда будет стоять на верхней челюсти? Где он возле лобная кости? В районе контакта между предверхней и верхней челюстной. Вот положение клокана. Вот ваш шок. Вот в этом месте получается. У многих рептилий нижнюю челюстная будет иметь вот такой размер. Опа. Ну у крокодила. Столовая маленькая вот так вот и снесло. Хорошо. В результате у крокодила зубы занимают новую часть черепа или нет? А вот они. Вон они туда. Почти, да, в крайней жадной точке. Да. Да, да, сухонный вопрос. Я не знаю. А вот это правда, что какие-то рептилии языком смазывают глаза? Что? Языком смазывают глаза. Языком в глаза? Да, бывает и такое. Значит, в чем дело? Некоторые грузчики... Ну, такие долгодки не узнаете вы? Ну, про змея-то вы сказать нельзя, там не посложнее. Бывает. Значит, в чем дело? Скажите, пожалуйста, змеи мигают или не мигают? Не мигают. Не мигают. А почему? Потому что они двигаются. А, интересно. А, а почему-то они двигаются? Ольга, яблок. Лишь, конечно. Они двигаются. Дело в том, что веки у змей абсолютно прозрачные. Такие прозрачные скобки. Которые просто переросли к поверхности глазного яблока. Растижные яблоки только при условии, если она периодически сбраса внешний слой кожи. Потому что кожа у змей очень прочная. Мешает так что-то. Как называется вот этот период сбрасывания внешнего слоя кожи? Линка. Правильно. Так вовремя линки. Что происходит с веком? С пластинкой века. Сбрасывается вместе со второй кожей. И поэтому новая века. Так обновления этой защитной пластинки происходят. Ну а вообще-то, если вы долго-долго никак не протираете окно. Что бывает с окном? Забылится. Пылится. Чуть запыленное окно хорошо видно или плохо? Плохо. Плохо. Чем будете протирать? У приросших веков нет слезных желез. Там нет слезного канала. Простите, пожалуйста. Вот городской ребенок, который уверен, что все надо делать только в том случае, если вкусно и приятно. Вы знаете, вас обманули. По-настоящему в жизни далеко не все, что приходится делать, оказывается вкусным и приятным. Смотри на кончик из-за. Так. Ребята, подождите. На остальные вопросы с удовольствием отвечу только. Когда мы от такого простейшего черепа хотя бы немножко перейдем с вами к черепам и свалекам. Итак. Вот мы с вами нарисовали строение древнего черепа, характерного для амфилий, даже не для рептилий. Ну а теперь, при эволюции позвоночника, что будет происходить? У всех лекарствующих резко увеличивается размер головного мозга. А где в этом черепе находится мозговая коробка? Да. Только не чертите, а рукой покажите. Да, в том-то и дело. Если мы рисуем Суламандру, вот это у нее такой череп. Допустим, у испанинской Суламандры реальный череп от такого размера. Ну немножко поменьше. Какого размера у нее головной мозг? А головной мозг у нее вот такого размера. Какой динозавр? Две пальчиковые батарейки. А вся остальная честь челюсти зачем нужна? Саможелание. А челюсти? Челюсти и место крепления органов чувств. Так? Значит, в эволюции позвоночника у млекопитающих происходит резкое увеличение головного мозга. Челюсти, конечно, тоже становится мощнее. Но давайте смотрим. В первую очередь менять форму каких костей? А, В, В и так далее. Смотрите, что с лобными. Лобные кости продолжают образовывать с носовыми прямую линию или нет? Нет. Нет, приподнялись. Теменные кости, более высокий слог. Затылочные, более выпуклые. Глазница увеличивается. Так? Вот это первое, что произошло при увеличении мозговой части черепа. Смотрите, она стала овладеть. Так? Вторая важная вещь, которая на самом деле не у млекопитающих, а даже у рептилий произошла. Вот отсюда, от района плазницы, назад к мозговой коробке черепа, отходит такая скелетная буга. Называть она будет височная буга. И зубы все растут только спереди, от височной дуги. Вот здесь зубы есть, а вот здесь зубов уже нет. Вот это отросток, идущий от спуловой кости к височной. Зачем он нужен? А нужен он вот зачем. В голове, кроме челюсти, какая еще кость есть? Подвижно соединенная с черепом. Нижняя челюсть. Посмотрим, как млекопитающих устроен сустав нижней челюсти. Вот здесь вот, у основания скуловой дуги, находится суставная площадка. Именно здесь проходит суставная поверхность. Вот так. Вот сама нижняя челюсть. На нижней челюсти зуба. А дальше, чтобы хорошо кусаться, какую мускулатуру надо подвести к нижней челюсти? Слабенькую или сильно? Сильно. Сильно. Смотрим, как она тут проходит. Вот давайте, восходящую ветку я синим нарисую. Смотрите, куда ушла восходящая ветка нижней челюсти. Вам не надо, чтобы челюсть снялась. Подождите, куда она ушла? Ответьте мне на вопрос. В мозг он не может уйти. В височную дугу. Вот височная дуга, поднимающаяся на плоскости черепа. Под нее ушла ветка нижней челюсти. Вот так. Вот так. Вот что мы увидим. Где находятся мышцы. А мышцы идут в окно. Вот. От нижней челюсти. Обратите внимание, где они будут заканчиваться. Где они будут перерастать. Вот все-таки теменная дуга. Височная и теменная. Значит, на нашем человеческом черепе. Ниже глазницы вот здесь себя прощупайте. Отлично. Нащупывается костяная дуга, проходящая от глазницы в район дуга. Вот она. Это как раз и есть височная дуга. Под ней проходит восходящая ветвь нижней челюсти. Выше уха. Вот так. Положите пальчик. К виску выше уха. Подвигайте нижнюю челюсть. Вы чувствуете, как у вас под пальцами перемещаются мышцы. Переказываются. Это на самом деле срабатывает вот так жевательная мускулатура. Так. Вот это мы с вами получили череп примитивного млекопитающего. Ну а на следующем уроке доведем череп примитивного млекопитающего до черепа человека. Кто может сказать, в каком направлении будет меняться такой череп, чтобы улучшить? Челюсти уменьшаются. Челюсти уменьшаются в влезную. Причем и верхняя, и нижняя. А свод крыш черепа, что с ним поднимается? Он поднимается вверх. Друг у нас уехал назад. У нас увеличение мозговой капсулы происходит не только за счет того, что крыша поднялась, а за счет того, что еще и за друг назад уехал. В результате у нас огромная мозговая капсула и коротенький лицевой скелет. Ну а в следующий раз с пропорциями головы человека будет возникнуть.